Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Вы смотрите нас на телеканале «Тверской проспект. Регион» и слушаете на частоте 95,5 FM. Напомню всем зрителям и слушателям, телефон прямого эфира 300-190. На днях ряд печатных и интернет-изданий облетела новость о том, что одна из московских аптечных сетей начинает отпускать лекарства в кредит совместно с МТС-банком под 23% годовых. Вот что это? Благо, забота о тех, кто оказался в трудной ситуации или, напротив, желание обогатиться на чужой беде и создать дополнительные сложности тем, кто и без того живет не самой простой жизнью. Но сегодня мы попытаемся в этом разобраться, а помогут нам наши уважаемые эксперты. Александр Кудашов, член Общественной палаты города Твери, Давид Мамугулашвили, директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, Валерий Пленкин, финансовый эксперт, общественный деятель, Генрих Левкович, председатель городского совета ветеранов и Павел Королев, депутат законодательного собрания Тверской области. Генрих Иванович, я хотел бы начать с вас. Новость, которая, наверное, коснется в первую очередь людей немолодых, как правило, это уже пенсионеры, у которых проявляются болячки, и им нужна лекарственная и прочая помощь. Вот как вы считаете, в этой среде какова будет реакция на новость, о которой я упомянул? Я должен сказать, что реакция уже есть определенная. Предварительная информация уже проходила о предстоящей вот этой вот акции, так сказать, благотворительной, в кавычках я ее называю. И я с рядом ветеранов, в том числе участниками Великой Отечественной войны, обсуждал эту тему так на коротке. Люди высказывают глубокую озабоченность, на что нацелена эта программа. Ведь те люди, о которых вы правильно сказали, это ветераны, это больные люди, это, как правило, ну, я, может, исключаю в некоторой степени участников Великой Отечественной войны, они более, так сказать, достойную получают пенсию и вознаграждение за свой ратный труд, в том числе. Но большинство людей имеющие достаточно низкие доходы. И насколько возможность кредита, получения кредита, будет облегчать их участь, да. Тем более, мы знаем печальный опыт и быстро деньги, и недавних событий, связанных с алкогольной, вот этой проблемой с водителями, и ряд других проблем, которые в конечном итоге людей выводили не на более высокий, комфортный уровень жизни, а загоняли в кредитную кабалу. Ну, а затем, что результаты мы знаем, появляются, так сказать, люди, которые работают в том направлении, чтобы изъять, восстановить. Ну, вы правы, вот совсем недавно, весной этого года, Тверь вошла в топ таких вот печальных, я бы сказал, новостей, в связи с тем, что вот коллекторы пытались взимать долг такой микрокредитной организации Лига денег, да, и вот такие изощренно жесточайшие пути взимания, они, конечно, всех ввергли в шок. Ну, мы сейчас немножко не будем углубляться в эти детали, я бы хотел попросить Давид Ильич, вот с позиции экономиста, ведущего эксперта по экономике в регионе, это действительно заслуженно можно в ваш адрес сказать. Скажите, вы что видите? Вот, во-первых, не очень понятно, если это благо и, что называется, нацеленные люди помочь своим согражданам, то почему это не банк с государственным участием? Вот, мы еще, наверное, к этому коснемся, но как вы видите, вот что это такое? Спасибо за предоставленное слово, я постараюсь ответить на этот вопрос, потому что он очень важный, и наши слушатели, телезрители ждут от нас пояснения. Дело в том, что кредит это важнейший финансовый инструментарий, безусловно, и как любое явление, имеет две стороны. сейчас как раз я хочу обратить внимание вас и наших слушателей именно на эти две стороны. конкретно в этой ситуации, которую вы привели, если это носит буквально такой временной, ограниченный временной характер, адресные помощи, тогда я понимаю, что это может быть благо. в виде акций. В виде акций, какой-то кратковременной акций, тогда я в этом вижу благо. Я даже бы сказал, что эта аптека проявила важнейший, то есть такой социально ответственный поступок сделать. Но боюсь, что это не так. Я сейчас перехожу ко второй стороне этой медали. Кредит это такой инструментарий, который должен помочь развиться экономике, и помочь развиться и человеку в том числе. Но в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, это, скорее всего, показатель. Это такая красная лампочка, зажглась. Вот в данном случае я боюсь, что это не кратковременная акция, это не помощь, это определенный маркетинговый ход этой аптеки или системы аптек, который показывает, что где-то у нас в целой системе, я бы сказал так, в экономике произошел определенный сбой. Я перечислю, что я имею в виду. Почему люди пользуются этим кредитом? Значит, им не хватает пенсии, им не хватает какие-то пособия, или выросли цены, или эти люди не имеют других возможностей это получить. А есть аналоги, где еда и лекарства берутся в кредит еще где-то в других странах? Да, такие аналоги есть, но эти страны, к сожалению, экономически не развиты. Нам не надо с тех примеров брать. Но для нас должен быть такой сигнал над нами, развучал сигнал, что что-то у нас в обеспечении пенсионеров конкретно, и вознаграждение людей в виде заработной платы есть определенные проблемы. Нет увязки. Жизнь пошла вперед, ценообразование растет, цены растут, располагаемые доходы сокращаются, вот вам и результат. Над этим надо работать, и я думаю, что экономическое руководство государства, регионы, в том числе, и политическое руководство должны очень серьезно проанализировать данную ситуацию. Что удивительно, обратите внимание, что с этой инициативой вышла сеть аптек именно столичная, где, казалось бы, уровень жизни не так и плох. А что такое вообще кредит? То есть, берем чужое на время, отдаем свое и навсегда. Как бы вот так. Ну, я еще коснусь вопроса вот как раз той аптечной сети, о которой мы с вами говорили. Мы специально поинтересовались, какие отзывы в интернете есть по поводу ее. Также есть сайт банки.ру, который дает оценку деятельности тем или иным банкам, где банк МТС занимает далеко не лидирующие позиции. Он в пятибальной системе оценок набирает лишь чуть больше полутора. То есть, мы с вами понимаем участников. Но вот я бы хотел попросить, Валерий Львович, скажите, вот с высоты вашего опыта, вы знаете хорошо банковское дело, экономику. Вот то, что сегодня мы видим, скоро Новый год, пестрят предложениями банки подарки в кредит. Значит, ряд супермаркетов сегодня говорит, пожалуйста, еда в кредит. Теперь мы видим лекарства в кредит. Что это? Сергей Николаевич, ну вообще, я чуть-чуть бы хотел начать с такого вопроса, что кредиты, как сегодня уже сказал Давид Олегович, это давнишнее дело, с библейских времен идет, когда было расставщичество, меняло. Вот, сегодня это на банковском уровне развивается тоже активно, как один способ получения прибыли нашими банками. Все было бы хорошо, если бы не было так плохо с экономикой у нас. И вот появляется еще у нас такой аспект, и он называется долговая экономика. что это такое? Прошу прощения, мы сейчас перейдем на короткий рекламный блок, а далее продолжим. Хорошо. Пожалуйста, Валерий Валерий продолжите. Я прервался на том, что сегодня обстановка не самая лучшая и в банковской сфере. И, наверное, вот то, о чем мы сейчас начали разговор, это, будем говорить так, не совсем социально справедливо, хотя разные мнения могут быть, но думаю, что если я приведу сейчас вот такие цифры, что по официальным утверждениям Центрального Стата Управления России, у нас благосостояние дохода граждан растут на уровне 2-3%, еще раз подчеркиваю, что это цифры Центрального Стата Управления, вот, но как можно выдавать кредиты под 16, 17 и 20, как вы сейчас назвали? упрощение у вас звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Вот мне бы хотелось задать вопрос. Меня слушают в прямом эфире? Да, мы вас слушаем, пожалуйста. Вы меня слушаете. Меня зовут Оксана. Я пользуюсь услугами в том числе государственных аптек, где получаю льготные лекарства. Все меня устраивает. Проживаю я в Южном, получаю лекарства в аптеке, льготное обслуживание для родственников, для своих. Хорошее обслуживание, всегда практически есть лекарства, когда нет, ставят меня на отсрочку, да, чтобы получить какой-то льготный препарат. Но вот хотелось бы еще попутно в государственной аптеке, она же государственная аптека в Южном, приобретать еще лекарства другие, которые мне нужны, но их почему-то нету, очень резкий ограничитель стоит, нету определенных лекарств, очень маленькая вот база лекарств, а в частных аптеках приходишь, пожалуйста, всегда все есть. И частные аптеки у нас вот на каждом шагу коммерческие аптеки, там всегда все есть. А почему нельзя сделать так, чтобы для населения могло не только получить льготные лекарства по льготе, но и сразу же приобрести то, что нужно в аптеке, в государстве. Ваш вопрос понятен, к сожалению, у нас нет человека, который заведует этой аптекой в Южном, но я бы попросил Павла Владимировича попытаться, может быть, на этот вопрос ответить, потому что он все-таки находится в профильном комитете по социальной политике законодательного собрания Тверской области. Вот вам вопрос понятен? Да, да, конечно. Оксана, большое спасибо вам за вопрос. речь идет о государственной системе лекарственного обеспечения, которую у нас выполняет в Тверской области государственное предприятие фармацея. Это совершенно некоммерческая история, это история про в основном льготное снабжение. так получилось, что, к сожалению, это связано с, конечно же, ситуацией, я немножко сейчас расскажу про государственное предприятие, то, что у нас государственное предприятие, по сути дела, выполняя логистические функции по распространению льготных лекарственных средств, не имеет практически никакого государственного поддержки, нет мер государственной поддержки, оказываемых нашему государственному предприятию. Это нонсенс. Ну, к сожалению, что есть, то есть. В мае месяце Игорь Михайлович озаботился этим вопросом, и как социально значимому предприятию было принято решение выделить субсидию или оказать какие-то другие меры государственной поддержки, но, к сожалению, наши чиновники до сих пор еще идет этот процесс, но результата пока нет. Мы будем надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится, и депутаты законодательного собрания все-таки эту ситуацию на контроль возьмут, в том числе, для того, чтобы положительный результат не заставил ждать. Но я все-таки хотел бы дать возможность Валю Двоевичу закончить. И поэтому сегодня мы говорим о том, что люди действительно не имеют тех средств, чтобы реально улучшить свое благосостояние, реально будем говорить о вопросе, который поднимет. При том, что заявлен рост 2%, реально мы не так много людей знаем, которые бы говорили, да, у меня увеличилась зарплата. Если не секрет, из всех здесь присутствующих у кого-то она за 2-3 года увеличилась, лично вот у меня нет. Ни на 2, ни на 3, ни на 0,10%. Сергей Николаевич, я в свою очередь хотел задать нашим коллегам вопрос, а кто-либо берет кредиты в банках? Я нет. Мне приходилось. Ну а сейчас есть у вас кредиты? К счастью, нет. У вас? Бывало. Бывало, да. Даже попыток не буду делать. У меня тоже не было кредитов. Я даже детям говорю, чтобы этого не дали. И поэтому сегодня надо говорить о том, что кредит, конечно, это панацея, может быть, в самом крайнем случае. Но у нас вот тот присутствует инфантилизм, что мы еще живем при социализме. Вот так вот получается. Что у нас кто-то побеспокоится. Что у нас кто-то будет. Мы не общество. Это важно, кстати. Мы не общество благоденствия. У нас сегодня, знают мои коллеги, наверное, на дворе капитализм реальный, причем олигархический, в худшем виде. И все это обличено в оболочку буржуазного демократического государства. В то же время конституционно мы заявлены как государство социальное. по факту. И когда мы сегодня говорим о том, что о нас заботится государство, к сожалению, о нас государство не заботится. Государство говорит, выживайте сами. На сегодняшний день, я грубо скажу, но это так, получается, что люди живут чтобы работать, а не работать чтобы жить. И вот подходя к нашему вопросу о том, что же все-таки делать, наверное, мы в конце об этом, каждый из нас скажет, но надо сказать, что задолженность нашего населения растет со скоростью 10% в год. Цифра страшная. Вот я вам назову сейчас цифру, действительно страшная цифра, вот такое рассуждение. Значит, сегодня на начало 2019 года вернее долг россиян банком составил 14,8 триллиона рублей. Ну, казалось бы, это в сравнении с цифрами, ну, возьмем штаты нашего геополитического противника. и меньше. Я вот немножко даже чуть-чуть подкорректирую вот сегодняшние данные, РИА новости, 16,86 триллиона рублей закредитованности. На 1 января 2019 цифра. Вот, и если мы говорим о, допустим, судной задолженности, долговой задолженности американцев, она составляет, ну, как бы тоже достаточно большую величину, это порядка 50%. Это много. У нас 16-17%, почти в три раза меньше. Но у них длиннее кредиты. И меньше процентов. Это тоже важно. И мы, если пересчитывать, то получается, что у нас даже выше, чем американская задолженность населения по кредитам. Понимаете? А уровень жизни мы с вами должны тоже ощущать. Там и там. Поэтому, если говорить в целом, это тревожная тенденция. 10% в год долговая зависимость населения от банковского капитала, это много. Вот я приведу цифры по данным издательского дома «Коммерсант». Вот любопытные цифры. На девятый год закредитованность составляла всего 2,6 триллиона рублей. Десятый 3,8, одиннадцатый 5,4, двенадцатый 7,2, тринадцатый 8,8. Вот небольшой спад даже произошел в 2014 году, потому что как раз здесь закредитованность немножко уменьшилась до 8,6 триллиона рублей. и пятнадцатый год тоже 5,9, шестнадцатый год незначительный рост 7,2, а вот уже семнадцатый год 9,2, восемнадцатый год 12,5 триллионов и вот по итогам уже последних я озвучил это более 16 триллионов рублей. То есть это очень серьезный. Сергей Николаевич, если тут использовать метод экстраполяции мы в принципе с вами можем предсказать какой будет в двадцатом году. Это не так сложно. А вся причина в том что у людей не хватает собственных денег. Конечно. Ведь реальных доходов растущих никто не видит. Ну их видят может быть единицы. Мы понимаем что у нас допустим растет количество долларовых миллиардеров. Я не знаю гордиться ли этим или задуматься. а вот у большинства населения вряд ли так действительно изменяются в положительную сторону доходы. Разрыв между ними очень большой. Ну вот смотрите какая ситуация. По данным ассоциаций российских банков в банках России сегодня есть деньги и эта сумма порядка 92 триллионов рублей. Деньги должны работать мы с вами понимаем. Эта сумма сопоставима с ВВП страны в целом и соответственно где-то раз в шесть выше доходной части федерального бюджета. Вот просто о чем мы с вами говорим. То есть доходы в федеральный бюджет и сумма закредитованности наших граждан они примерно равнозначны. То есть это действительно симптом крайне сложный. И сегодня правительство этим обеспокоено. Мы с вами понимаем, что ряд таких объективных шагов уже предпринимается для того, чтобы лечить нашу, если уж не экономику в целом, то хотя бы отношения в банковской сфере с населением. То есть с 31 июля в России начал действовать закон об эпатечных каникулах. То есть это определенные послабления. С 1 октября вводится показатель предельной долговой нагрузки граждан. Мы с вами понимаем, что если долговая нагрузка граждан превышает 50%, то кредитным организациям должно быть невыгодно давать такие кредиты. Других инструментов работать на финансовом рынке наверное никто не придумал. Выгодно либо невыгодно. Но немножко отойдем от суровых прогнозов. Я продолжу вашу мысль. совершенно верно. Какие-то подвижки начинаются в этом плане со стороны правительства. Я как бы всегда думал, что Россия это лидер в СНГ среди стран СНГ. А оказывается мы далеко не лидеры. Даже в Казахстане новый президент Такаев принял совсем недавно несколько дней назад указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан. Где правительство поручено выделить правительство на погашение долгов 57 тысяч граждан больше, чем 9,4 миллиарда ТНГ. Причем это уже закладывается в этот год, а на следующий год будет продолжена эта работа. То есть такие тенденции происходят. Следующий пример это Киргизия, о которой мы иногда так усмехаясь говорим, что Киргизия младший брат по экономическим нашим проектам. Однако в Киргизии указом президента нового, который сегодня уже руководит республикой, снижена пускай волонтаристки, но ставка по ипотеке до 6%. Это что такое? Это реальная помощь населению. К сожалению, наши проценты 8-9 в сравнении с тремя-четырьмя, которые предлагают американские банки, четырьмя, которые предлагают банки Европы. И по большому счету за 10 лет те, кто брал кредит через ипотеку, покупают одну квартиру себе, а вторую банку. Вот ведь какая интересная ситуация. Сергей Николаевич, Медведев наш вице-премьер совсем недавно озвучил такую вещь, что встречаясь с нашими предпринимателями, промышленниками, он с удивлением узнал, что руководители крупных корпораций боятся показывать прибыль. А что такое не показывать прибыль? это отчисления в бюджет, раз, снижаются, а самое главное, это корпорации большие, где работают десятки тысяч. Вы помните спор недавний, Орешкин и Силуанова. Зарплата не повышается. Когда Орешкин сказал, что вообще прибыль показывать боятся, потому что чуть ли там не в наручниках потом можно будет уйти, на что Силуанов снивелировал, значит, ты сказал, что министр Орешкин тут немножко как бы ситуация в этом споре Орешкин проявил гражданское мужество. Назвав вещи своими именами. Назвали вещи своими именами. Он нас предупредил. Видно, он в своем правительстве не может достучаться, и он обратился к народу. Народ. Вот такое происходит. 21-му году этот пузырь может лопнуть. Да, именно об этом он не говорил. Надо об этом задуматься. Я еще хотел прокомментировать ваши цифры, замечательные цифры, которые вы привели, что почти 900 триллионов рублей у нас деньги без движения лежат. Возникает вопрос, почему? Ответ очень простой. Мы сегодня уже говорили об этом. Какой у нас капитализм? Олигархический капитализм. И вот эти деньги их парашют. давайте мы все-таки сейчас немножко поговорим в какой части, друзья мои. Все-таки у наших граждан, у наших земляков есть определенные гарантии, которые обозначены в частности в программе соответствующей, которую ежегодно принимает региональный парламент. То есть программа обязательных социальных гарантий. вот Павел Владимирович, вы находясь в профильном комитете наверняка эту ситуацию обсуждали. Скажите, чего нам ждать, какие у нас прогнозы и скажем, на что надеется ближайший контакт. Называется она территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Программа на этот год примерно составляет где-то 20 миллиардов. это достаточно большая сумма для нашего бюджета, прям существенная треть. И программа складывается из бюджета Тверской области и бюджета обязательного медицинского страхования. В этой программе все. Здесь лекарства, здесь лечение, здесь зарплаты врачей, здесь питание для больных, стационар, амбулаторное лечение, практически все. И мы видим, что из года в год эта программа растет в сумме. В рамках инфляции или просто больше? к сожалению, в рамках инфляции и вырастает это примерно в такие цифры, когда у нас подушевой норматив территориальной программы тоже растет. И он сейчас составлять будет 15 тысяч рублей в год на застрахованное лицо. но если мы сравним... это или мало, Павел Владимирович? Я думаю, что для развитой страны это немного, потому что Всемирная организация здравоохранения рекомендует тысячу долларов. 15 тысяч рублей и тысяч долларов. Так скажем, в 4 раза мы отстаем от развивающей страны. Вот что имеем. Дело в том, что программа наша Тверская профицитная, то есть мы заложили даже больше, чем должны были в эту программу. У нас количество лекарственных средств, которые указаны в приложении к этой программе, больше, чем федеральный рекомендованный список. Я говорю про историю про Тверь. Если про страну сказать, то эти примерно 500 долларов, которые считают нам Всемирная Организация Здравоохранения, они ровно в два раза меньше, чем... 500 или тысяча? 500. У нас 500, в развитых странах примерно тысяча. Ну есть Швейцария, где... с копейками. Но вот есть Швейцария, там 9,5 тысяч. В Сингапуре около 15. Ну по-разному складывается. Вот у нас... Хорошо. Вот сейчас мы поговорили с сухими цифрами, а вот реально, насколько велика вероятность... Вот смотрите, друзья, вот мы сейчас как бы немножечко ориентированы, да, на информацию со столицей. Вот столица нам говорит о том, что больные диабетом будут получать компенсации за соответствующие препараты. У нас-то что, кто-нибудь что-нибудь будет получать? Или мы... Вот это связанная очень тема с нашей сегодняшней. Дело все в том, что, конечно же, мы не должны избежать такой ситуации, когда из заботливых рук врачей мы передаем, можем передать пациента в лапы коллекторов, да, вот. Это недопустимая ситуация. Я далеко от мысли, что это какая-то маркетинговая акция, потому что вот за этой аптекой, стоит 1400 аптек по всей России. Она входит в группу компаний. И все это может, в общем-то, вылиться... Вот. Одновременно хочу сказать, что услуга, к сожалению, вот абстрагироваться как бы вот от больших цифр, она востребована. В Санкт-Петербурге высказывалось 11% населения за существование, то есть за кредитование лекарственного обеспечения. Я так думаю, что в провинции выскажется гораздо большее количество людей. Почему? Вот я с Давидом согласен с тем, что это, в общем-то, сигнал, нам сигнал. И помимо низких доходов населения, о том, о чем мы сейчас все хорошо долго поговорили, есть другая составляющая. Есть такие вещи, как, например, незарегистрированные или долго регистрируемые лекарственные средства в Российской Федерации. Есть такая история, когда от потребности до выдачи лекарственного средства пациенту проходит длительная цепочка согласований и закупок по 44-му ФЗ. А болезнь, собственно говоря, она не ждет. И когда человек приходит и у него по каким-то причинам по номенклатурным отсутствует адекватная терапия, то есть либо лекарство еще не зарегистрировано, находится на регистрации, это два года, либо два месяца или три месяца надо ждать, пока закупит его государство, вот в этом случае спасением может быть именно такое кредитование. Но в том виде, в котором оно реализовано вот сейчас этой аптекой, это недопустимо. Во-первых, 23% годовых. Во-вторых, я считаю, что должна быть разработана система компенсации, которой сейчас нет, от которой Сергей Николаевич сейчас сказал, ее нет в приказе, ни в приказах, ни в нормативных актах. И во-вторых, такие кредиты должны выдаваться под гарантии государства. Почему и возник вопрос, если это действительно социально направленная акция, почему здесь не используется банк с большим государственным участием, допустим, Сбербанк, мы с вами понимаем, почему, допустим, сеть аптек выбрана частная, а не делается это, допустим, через государственную систему снабжения лекарственными препаратами, потому что такие системы есть, вот формация и тому пример, значит, нужны какие-то действительно понимания. Вот я скажу честно, все-таки поинтересовавшись в интернете, что же такое вот еще раз МТС-банк, мы чуточку коснулись, вот отзывы о нем, вот есть интересная такая информация, каковы мнения, вот, сеть аптек, Самсонфарма, это называется, Самсонфарма, вот что пишут добрые люди в интернете, продают фальсифицированные препараты, сильно завышают ценность, бардак, работа с клиентами не ведется, очень медленно, некомпетентно и врут, опасно для жизни одна из самых дорогих аптек города. Вот что пишут люди в отзывах о сети Самсонфарма, которая вышла с этой инициативой, и сам МТС-банк в отзывах также, как мы видим, не пользуется какими-то очень хорошими мнениями. Средняя оценка банка потребителям составляет 1,53% из 5 возможностей. Банк российский входит в группу АФК-системы. Вот коротко об банке. То есть эта естественная инициатива не может не настораживать. Поэтому безусловно мы понимаем, что нужны какие-то эффективные способы сегодня помочь людям справиться своим недугом, не давать каким-то сомнительным организациям наживаться на их беде. Но в то же время наверное имеет смысл подумать и что каждый из нас как гражданин может сделать для того, чтобы здоровье не становилось хуже. Александр Иванович, вы и член общественной палаты города, и врач по профессии. Скажите ваше мнение по этому поводу. Большое спасибо, что пригласили. Вопрос такой многогранный. И мнение экономистов, и мнение, что касаемо государственного обеспечения и всевозможных программ, мне бы хотелось подчеркнуть очень злободневность и актуальность этой проблемы. потому что вряд ли можно представить, чтобы кто-то никогда не заходил в аптеку. Может быть, кто-то и не заходил в силу каких-то, может быть, он еще маленький ребенок. Или кто-то приносит. Или наоборот, кто-то приносит. Потому что сам нередко приходится, заходя в аптеку, нередко приходится наблюдать на то многообразие лекарственных средств. порой просто не понимаешь, что нужно взять. Вспоминаешь фармакологию, что одно лекарственное средство может называться по-разному и, соответственно, стоит тоже по-разному. Но опять-таки думаешь, может быть, это поболее качественное, а ребенку нужно получше. Или мама звонит, ты мне купи вот это, ты мне купи вот это, ты мне купи вот это. и ты видишь тот динамизм меняющихся цен. И вот я, честно говоря, даже не представляю, что как бы она бы или люди такого преклонного возраста, как они будут воспринимать покупку и вот эту возможность, может быть, даже если сейчас не хватает воспользоваться какими-то кредитами. Да. Я вначале сказал, что я не касался кредитов, но один раз все-таки это было и история такая, что больше я не хочу про это думать. Вот. Что касается, что в такой ситуации коллектора? Коллектора? Да, мне, слава Богу, до этого не дошло, но, тем не менее, взаимоотношения были как-то подпорчены. Вот. Что касается лекарственных средств, вот мне, честно говоря, вот, знаете, Сергей Григорьевич, пригласили бы когда-нибудь в передачу и сказали бы, а вы знаете, что с завтрашнего дня вообще в аптеку заходишь и просто вот даешь рецепт, и тебе дают, и ты даже не смотришь, вот сколько стоит. Потому что тебе это все дают. Да, тебе просто это дают, потому что... В государстве, в котором есть вся таблица нефти. Все есть на одной аптеке. Да, и причем... Ресурсы, углеводородов там полным-полно, наверное, могло бы себе позволить, да, такую маленькую заботу о своих согражданах. Вот те страны, которые вы называли, сравнивая, ну, нашу Россию, да, там, Швейцария, Америка, не видел, не знаю, вот, ну, наверное, так. Вот, но, как люди говорят, вот, знаете, в аптеку заходят, а там, выбирать не нужно. Дал рецепт, дали, пошел. Я не знаю, как это оплачивается, ну, наверное, к этому логично было стремиться. Но... Более предложение в Госдуме ограничить, в том числе, и рекламу лекарственных препаратов, чтобы это не становилось бизнесом. Александр Иванович, вы затронули очень важный аспект проблемы, что действительно сегодня это стало бизнес-направлением, причем высокодоходным бизнес-направлением. В то же время мы не можем не отметить, что в рамках вот этого пресловутого импортозамещения возникают, ну, мягко выражаясь, такие побочные эффекты, когда, допустим, нечем лечить онкологию, или детям дают наши препараты, а у них начинают отниматься от них ноги, да, или что-то еще. Поэтому тут, конечно, нам нужно действительно двигаться в направлении, что лекарственные препараты это не бизнес-направление, это то, что нужно людям для здоровья. То есть, мы все вместе с вами сегодня, наверное, пришли к очень важному выводу, что, на наш взгляд, государство все-таки должно регулировать определенные сферы, чтобы туда слишком глубоко не заходил бизнес, чтобы не превращались в бизнес-интересы, вопросы жизни и смерти для многих и многих граждан. Да, Александр, я немножко вас приберебел. Здесь вопрос можно долго говорить. Конечно, можно посоветовать, знаете, поставьтесь меньше, больше лука ешьте или там курагу вместо панангина или аспаркаун. Тем не менее, нужно понимать, что в определенной ситуации действительно необходимо использование лекарственных препаратов эффективных и неспроста их придумывали, изобретали и постоянно совершенствуют. Вот, тем не менее, тем не менее, ну, кто еще может поддерживать здоровье, постараться пореже заходить в аптеки, вот, тем более, вот, буквально недавно... А как, не заходя в аптеки беречь здоровье? как, вот, вы же видите, у нас... Здоровый образ жизни? Естественно, нужно стараться по возможности там детей своих закалять и приобщать к спорту самим. Я знаю, вы тоже, по-моему, там с палочками ходите, проповедуете скандинавскую ходьбу. Греша. Вот, да. Потом, вы знаете, недавно мне одна знакомая тренер по фитнесу, я не занимаюсь этими делами, вот, она говорит, а вы знаете, у нас есть такая программа, не делаю никому рекламы, потому что не знаю, где даже работает, она говорит, у нас после 60 лет оказывается какое-то активное долголетие программа есть. А вот надо бы нам поинтересоваться, И причем она сказала это бесплатно, вот не знаю где, но тем не менее, вы видите, что-то уже... Ему надо только найдет. Тем не менее... То есть подвижки есть определенные. Но в то же время никоим образом это не должно подменять то, о чем сейчас вы говорили, о возможности людей получать качественные препараты медицинские по доступным ценам при государственной подвижки. И, естественно, есть те люди, которые, есть те препараты, которые при всем желании доступными не назовешь. И, в принципе, по определению они из тех групп, что без государства их... Просто никуда. Просто никуда. Поэтому... Мы с вами вот так вот в оживленной полемике не заметили, как подходит к концу эфирное время. Я бы хотел буквально вот по полминуты в заключении программы дать каждому услугу. Давид Ильич, пожалуйста. Мои рекомендации будут очень банальными. Надо решать вопрос благосостояния людей, безусловно. А это развитие промышленности, это образование, это наука. Знаете, мне как действительно гражданину страны, который хочет, чтобы в стране было все хорошо, ну, мы всегда догоняем. Этого бы не хотелось бы. Ну, у нас же были свои первые места, мы во многом были первыми, но почему-то мы опять оказались... Космос. Оказались. Не стоит забывать. Одна из лучших систем образовательных. От этого комплекса надо избавиться. нельзя так. А это опять-таки вопрос экономической модели страны и целом государственного управления. Сергей Николаевич, я вот хотел бы продолжить. Коллегу, тоже в рамках отведенного времени. Помните, что в 70-е, 80-е годы средства массовой информации Советского Союза постоянно критиковали так называемого общества потребления на Западе. Да. Сегодня у нас на дворе 2000-е и у нас на дворе общество потребления. Поэтому, что является основой вот создавшегося положения? Назову три причины. Прежде всего, это почему происходит рост долговой зависимости. это снижение покупательского спроса. Люди вынуждены идти за деньгами в банки. Это отсутствие соответственно свободных денег на приобретение широко рекламированной цифровой техники, бытовой техники. И теперь уже оказывается и ножпы и КГЦ. КГЦ. Вот. Которые говорят вредные. Поэтому сегодня это одна из причин. Вторая причина это то, что идет такая реклама, что я не знаю, как вы, я обычно или ухожу от телевизора, или переключаю другую программу, а там снова опять эта же реклама, причем этого же препарата. И последнее это инфантилизм населения. Есть и такая категория, которая считает, что мне нужен новый смартфон, телефон, машина, холодильник. Возьму-ка я его, денег нет, но возьму-ка я его в кредит. А там будь что-нибудь не считает. То есть экономическая неграмотность и отсутствие культуры, отсутствие меры. Это тоже общество потребления капиталистическое, никуда не деться. И последнее, что, на мой взгляд, нужно сделать. Ну, прежде всего, банки могли бы и сами разгрести частично вот те завалы, которые по своей жадности они и навалили. Невозвраты таких... Это же очень плохие кредиты. Очень. Это токсичные кредиты однозначные. И это что можно сделать? Это прежде всего и дать послабление заемщикам, особенно в трудных жизненных ситуациях. Разбираться надо. Это и какие-то налоговые каникулы. Это может быть, если человек совершенно не может платить, простить, амнистировать его. В частности, надо нам вспомнить призыв лидера группы ДДТ. Он сказал, Шевчук, может, тут Африки списали 20 миллиардов, а может быть, нам своих граждан подумать, как избавить от кредитов. Это, кстати, хорошая мысль. Два слова буквально по поводу того, что издательский дом коммерсант написал интересный вывод. Единственная сфера экономики, которая во все времена, будь то кризис или стагнация, всегда успешна, это наша банковская система. На 1 январе 2019 года совокупная прибыль банков составила 1,3 триллиона рублей. В США помнится, кризисы первым делом разоряют банки. У нас так не принято. Генрих Хвадович, коротко, буквально несколько слов. Я не согласен с тем, что надо подождать, когда будет развиваться экономия. Люди хотят жить сегодня и сейчас. На протяжении уже более чем 20 лет наша экономика, к сожалению, не очень движется вперед. Хотя отдельные сегменты есть на месте. Другой вопрос. Кредит. Можешь брать, можешь не брать его. Но меня беспокоит то, что не будет ли вот этот сегмент лекарства, который кредитуется, вымываться из аптечной сети, и люди будут искусственно загоняться в это. Согласен с Генером Ивановичем, рост благосостояния это длительная история, а жить надо действительно сейчас. Считаю, что кредит возможен только под гарантией государства, и нужно развивать лекарственное страхование. Это выход из... Спасибо большое, друзья. Большое спасибо. Я хочу пожелать всем нашим зрителям крепкого здоровья. Оставайтесь с нами, и вы будете в центре событий и в курсе всего происходящего. Это была программа Тема дня. Продолжение следует...